Правительство Чувашии на очередном совещании обсудило ситуацию с безработицей предстоящей форум стратегии практика успешного бизнеса, посвященный Всемирному Дню Качества. На реализацию программы по содействию занятости, которая работает с 2012 по 2020 годы, направлено почти 500 миллионов рублей. Эти средства идут не только на пособие, но и на переобучение безработных. За 10 месяцев 2015 года в мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда приняли участие 77 тысяч человек. Почти 36 обратившихся за помощью трудоустроены. Одной из мер, способствующих трудоустройству, является год действия с июля текущего года информационно-аналитической базы вакансии работы в России. В рамках этого портала соискатели работы могут найти не только подходящую вакансию в республике, так и за ее пределами, но также оставить резюме, чтобы работодатели могли найти работников в базе при возникновении потребностей. По результатам мониторинга, проводимого в Росбудо, Чувашия по качеству формирования базы вакансий в данной информационной системе входит в первую двадцатку лучших субъектов Российской Федерации. По данным Минтруда Чувашия, на одного соискателя приходится три вакансии. Больше всего требуются водители, каменщики, врачи, менеджеры и инженеры. Средняя зарплата по заявленным вакансиям 16,5 тысяч рублей. Есть и такие, их 15%, где зарплата более 20 тысяч. В центре занятости создают и временные рабочие места. В первую очередь на такие вакансии принимают подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди приоритетов также при обучении женщин, воспитывающих детей до трех лет, и их дальнейшее трудоустройство. Кроме того, в организациях республики в 2015 году создано 104 рабочих места для инвалидов, 50 мест для родителей, воспитывающих детей инвалидов, многодетных пап и мам. Качество рабочих мест и продукции, выпускаемые на предприятиях республики, будут обсуждать на 11-м межрегиональном форуме «Стратегия практика успешного бизнеса». Он посвящен Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. Форум пройдет в республике 26 и 27 ноября. По словам Владимира Аврелькина, 187 предприятий из Чувашии и ближайших регионов уже подали заявки на участие. Блинарная часть форума у нас пройдет, пригласили ведущих экспертов в области качества Российской Федерации, ведущих Центра сертификации, службы аккредитации, приложения федерального округа и негативных экспертов. Кроме того, в рамках блинарной части у нас традиционно состоится награждение лауреатов всероссийского конкурса «Столуши товаров России» и «Марка качества Чувашьей республики». Заслушали на совещании отчет руководителей, чьи предприятия не платят НДФЛ. Среди должников управляющая компания «Теплый дом» и общество с ограниченной ответственностью промышленной услуги. Управляющая компания задолжала в бюджет более 1 миллиона. Последний платеж был в июле. В сентябре совместно с налоговой инспекцией разработан график погашения задолженности, но он не выполняется. Руководитель объясняет, что население само задолжало управляющей компанией. Премьер-министр Иван Маторин рекомендовал директору активнее работать с должниками и соблюдать график погашения. У другой компании ситуация сложнее. Она задолжала более 4 миллионов. Но этот долг вырос из-за того, что не работают в полную силу предприятия концерна «Тракторные заводы». Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.